Это не бездельники, это пациенты клиники памяти, и они не просто лежат. В кабинете релаксации они занимаются психоэмоциональной разгрузкой, важная часть в реабилитационном процессе при лечении памяти. Теперь вам нужно будет приподнять таз на несколько сантиметров. Отбирайтесь в упражнение на пятки, локти, плечи и шею. С возрастом, ну и после болезни всяких разных, у нас бывает так, что помню, не помню, куда пошла, забыла, что-то там нужно было прочитать, рассказать, забыла. Ну и я вот думала, да что же мне такое сделать, и куда бы мне обратиться можно было, где вот эту память как-то восстановить, но не было. И тут я в интернете увидела объявление, вы знаете, поначалу я не поверила. Клиника памяти особенно тем, что здесь предлагают комплексную медико-психологическую помощь людям, имеющим проблемы с запоминанием информации в координации движений или в других функциях, за которые отвечает нервная система. Отделение открыли в одном из действующих капусов психиатрической больницы имени Юрия Эртмана по инициативе министра здравоохранения Алтайского края. Отремонтировано не только вот это помещение, закуплено оборудование, а также будет предоставлена и уже предоставлена наша диагностическая база, лечебная база этой зала лечебной физкультуры, физиоотделения и клиническая лаборатория. С 1 апреля здесь начались занятия для первых 25 добровольцев, которые прошли отбор и у которых выявили, какие показатели требуются улучшить. Мы работаем по предварительной записи, наши сотрудники ведут специальный журнал, где помечают всех желающих, которые хотели бы записаться в эту клинику памяти. На сегодняшний день у нас запись идет, ну, уже, наверное, почти до середины 2025 года, то есть очень много желающих. Людей поделили на три группы в соответствии с уровнем сложности нарушений. В расписании есть консультации психологов и психотерапевтов, занятия ЛФК и по необходимости физиотерапевтическое лечение, но и после окончания курса, а он продлится 6 недель, пациентам выдадут домашнее задание для постоянных самостоятельных упражнений. Коза, вилка, заяц, коза, вилка. Чудесно, до одной руки закончили. Вылечить те нарушения, с которыми к нам приходят, невозможно. Это уже нажитое годами, иногда это последствия соматических каких-то заболеваний, но так или иначе полностью вылечить это невозможно. У нас программа реабилитации, то есть наша задача улучшить когнитивные функции с того уровня, на котором к нам приходят наши пациенты. Тем не менее, возможность поправить свое ментальное здоровье бесплатно есть у каждого, если знать как. Клиники памяти предлагают не только консультации, но и диагностику состояния, медикаментозное лечение и наблюдение врача в течение лечебного курса. Комплексная помощь в восстановлении способностей мозга теперь доступна для жителей Алтайского края. Дарья Ирошина, Дмитрий Денисов. День с толком.